Добрый день! В этом видео мы вам расскажем, как стать инвестором компании GERCHEK INCO, расскажем вам про вкладки рейтинг темы счетов и вкратце рассмотрим параметры, которые указывает управляющая. Поехали! Для начала, для того чтобы открыть рейтинг темы счетов, нажимаем в личном кабинете компании GERCHEK INCO, темы сервис, рейтинг темы счетов. Здесь мы с вами видим название темы счетов, текущая доходность темы счетов за весь торговый период, максимальная просадка за весь торговый период, то есть сколько было просадка максимально зафиксировано на счете. Баланс это все средства, которые есть на данном счете, это как средства управляющего, так и средства инвесторов. Средства это баланс с учетом открытых позиций. Период торговли 590, он указан в днях, то есть сколько уже с нами торгует данный управляющий. Если вам необходимо открыть дополнительные вкладки, нажимаем дополнительные фильтры и здесь забиваем нужные нам параметры, то есть то, которое вы хотите видеть вашим управляющим. То есть просадка, валюта, счета, то есть тут ставим галочку, выбираем нужные значения, применить. Теперь рассмотрим какого-нибудь управляющего. Давайте для примера возьмем крипс. Первое, что мы видим, когда его открыли, это дата создания, баланс уже ознакомились, средства уже проговаривали, результат по открытым сделкам на текущий момент, сколько у него результат по открытым позициям. То есть видим, что на данном моменте у него есть некая просадка. Капитал управляющего, это сколько? Сами денег самого управляющего. Средства управляющего, это с учетом открытых позиций. Доля управляющего, это в процентном соотношении сколько занимает капитал управляющего на весь счет. Средства инвесторов, это также понятно, сколько средств инвесторов, сколько всего было по деньгам инвестиций. Доля инвесторов также в процентном соотношении видим. И количество активных инвесторов, вот тоже 10 процентов. Все вот здесь указано. Рассмотрим чуть ниже. Параметры, графики. Первое, что мы видим, это доходность. Здесь мы можем указать, даже не указать, а посмотреть, какая была доходность в какой-то определенном промежутке времени. Мы можем с вами посмотреть, как за год, за месяц, за день. То есть вы выбираете себе, забиваете параметры, можно вот здесь выбирать себе дату и просматривать. Кроме доходности, можем мы еще с вами посмотреть по балансу. Как менялись баланс, средства управляющего. Сейчас загрузится у нас, я вам покажу. Вот, видим мы здесь, как менялись у него средства, баланс. Вот здесь вот значение можно посмотреть. Можешь посмотреть по просадке за весь период или за какой-то определенный период времени. То есть все тут можно просмотреть. Опускаемся чуть ниже. Параметры у нас есть. Оферта. Параметры тема счета. Важные параметры, которые необходимо рассмотреть. Торговая платформа. Здесь мы видим, что управляющие торгуют на платформе MT4. Валюта счета USD, то есть доллары. Если вы пополнили, например, в евро, то необходимо будет средства конвертировать или же повторно пополнить в долларах, так как валюта счета принимает управляющий только в долларах. Время исполнения заявок. Это важный параметр 18.00. Что имеется в виду? Если, например, вы инвестировали в управляющего в 9 часов утра, то инвестиция прикрепится только в 18.00. Если вы инвестировали в 19.00, то инвестиция прикрепится только на следующий день. Порог приема заявок. Вы можете подать заявку на инвестицию только до 17.45. То есть за 15 минут до 18.00. Если вы подали заявку в 17.50, то инвестиция уже прикрепится только на следующий день. Торговый период. Одна неделя. Здесь все ясно. То есть торговый период управляющего. Вознаграждение агента. Тут указано, сколько от средств, которые получает управляющий, будет вознагражден агент. То есть для рекламы данного тема счета. Контактный email и номер телефона. Здесь все так понятно. Здесь вы можете написать своему управляющему интересующие вас вопросы. Следующий параметр у нас условия инвестирования. Здесь мы видим минимальную сумму инвестирования, максимальную сумму инвестирования, вознаграждение управляющего. У данного управляющего установлено 50%. Что это имеется в виду? Грубо говоря, если вы инвестировали в управляющего 10.000 долларов, и он с этих 10.000 заработал вам 1.000, то данная 1.000 делится 50 на 50. То есть 50% вознаграждения управляющего уходит самому управляющему, 50% вам. Минимальный период инвестирования. Сколько необходимо дней, чтобы инвестиция была у управляющего. То есть если вы данную инвестицию закроете раньше или частично вы видите, то необходимо будет заплатить штраф 3%. Дальше у нас параметры это описание. Это в основном управляющие оказывают, как они торгуют. Иногда свои данные дополнительно там, например, там мессенджеры указывают. То есть также необходимо ознакомливаться. И параметр риск менеджера. Что это имеется в виду? У нас есть минимальный риск на инвестицию 20%. Если, например, вы инвестировали 10.000 долларов и управляющего пошла просадка, и он с этих 10.000 дошел до 8.000 по вашей инвестиции, то сразу же инвестиция автоматически открепляется и возвращается к вам для того, чтобы вы не теряли большую сумму денег. Дальше вы тут можете ознакомиться с параметрами риск на день, риск на неделю. То есть это все уже самостоятельно вы просматриваете. Также вы можете посмотреть по данному тему счету статистику торговли. Это по инструментам, сколько у него там была максимальная просадка, то есть более детальная информация. Статистика по сделкам, какие у него были прибыльные сделки, убыточные, лучшие сделки, худшие сделки. Можете посмотреть, чем он больше всего торговал, объемами какими он торговал, что больше всего занимает его торговля. Статистика по инструментам, то есть какие у него были хорошие инструменты, плохие, то есть как он торговал. То есть это все вы можете рассмотреть самостоятельно. Как теперь инвестировать? Первое, можно инвестировать с данной вкладки. То есть открываете управляющего, нажимаем кнопочку инвестировать, заполняем сумму инвестирования, пишем например 500 долларов, риск на инвестицию, то есть тут читаем чуть ниже параметр, риск должен быть не менее установленного управляющим, 20% и более. То есть тут можем поставить 20%, нажимаем согласиться с регламентом, и вот здесь мы можем с вами поставить галочку или же не ставить галочку реинвестирования. Что это означает? Если например у вас стоит галочка реинвестирования, то прибыль, которая будет получаться в конце торгового периода, она будет не идти вам на счет инвестора, а будет накапливать саму сумму инвестиций. То есть, грубо говоря, инвестировали вы 10 тысяч долларов, прошел торговый период, заработал он например с этой 10 тысяч тысячу. 50% ушло управляющим, как мы ранее это рассматривали, а 50%, то есть 500 долларов, они пойдут не на счет инвестора, а пойдут в само тело инвестиций. То есть теперь инвестиция будет становиться 10 тысяч 500. То есть чем больше сама сумма инвестиций, тем больше вознаграждения вы будете получать в будущем, то есть в процентном соотношении. Если не стоит галочка, то все средства, которые были получены при вознаграждении, будут идти вам на счет инвестора. Также можно инвестировать с самой вкладки рейтинга тима счетов. Нажимаем тут кнопочку инвестировать, открывается то же самое у нас окошко. Если же у вас не стояла галочка реинвестирования и после торгового периода вы получили доход, то вам необходимо будет перевести средства со счета инвестора на балансовый счет, чтобы в будущем эти средства вывести или, например, открыть себе другой торговый счет. Нажимаем балансовой операции, внутренний перевод. Здесь указываем со счета тима инвестор на счет балансовый. Вводим сумму и кнопочку перевести. Субтитры создавал DimaTorzok